да чё вы вообще понимаете сейчас подожди чё вот сюда звоните хватит сюда названивать я знаю что ничего, а что ну какая разница у меня сейчас обзор будет алё, я говорю, обзор у меня будет хорошо меня слышите? обзор чего-чего того давай пока выйди бауэр бауэр я не знаю как правильно, но вроде правильно бауэр 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 эээ если бы мне их купила мама я б сказал Мама, ты меня бауэр бауэры ешь а до этого до бауэр у меня были рыбак рыбак Рыбак, 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 рыбак. Кто носит рыбак, тот сосет у рыбак. Слушай, тоже, блин, жалко от них расставаться. Значит, они мне большие. Вот в этом все дело. Так бы при рыбаках бы остался. Вот, ну, интрига кончилась. Что такое, баллы? Уже объяснять не нужно. Нужно только смотреть. Всматривайся. Вглядывайся. Бауэр. Тут все, видишь? Все, честно. Что на коробке написано Бауэр, что в коробке тоже Бауэр. И по традиции мы сначала смотрим бумажку. Ой, какая бумажка. Насрать на коньки бумажка. Это ж нужная вещь. Тайвань. Да? Да. Ладно, шутки в сторону. Выглядят как заточенные. Вот мои свежезаточенные. О! Бауэр ни хрена не заточенный. Вот сейчас я это точно знаю. Но на них можно кататься все равно. Посмотри, какие красавицы. Да, в отзывах куплены в спортмастере. В отзывах написано, что шнурки говно. Я это как-то прочитал, но не понял. В общем, когда я второй раз перечитывал отзывы, я заметил, что правда шнурки говно. Я их померил. Я их ждал. Там история такая, что у меня накопились... Ну, то есть я накопил бонусы в спортмастере. Не специально так получилось. Вот, там покупаешь на тысячу, две тысячи бонусов в подарок. Именно сегодня, 19 ноября, эти бонусы можно тратить. Так вот, и в этот период, когда я уже накопил две тысячи бонусов и ждал, ну, когда я там на что их потрачу, привозят спортмастер коньки. И впервые в наш город привезли не сраный Нортвей, а настоящий Бауэр, мать его Бауэр. И, честно говоря, я даже не знаю, они с термоформовкой или нет. Когда понесу точить сегодня, я спрошу у заточника, ну, с термоформовкой они или нет, что он скажет, не знаю. Сегодня, наверное, я не смогу с этим жить. Я, по-любому, побегу сегодня кататься. Вот. Да, я их мерил. Размеры у них странные. Тут написано девяточка. Видно, да? А на коробке написано... Десять... Чё? Сорок четыре с половиной. Девять с половиной. А вот, девять. Сайз. Пойнт Тур. Так. Короче, девять. И сорок четыре с половиной евро. На самом деле, евро, по сравнению с нашим, немножко вперёд уходит на размер. Но тут вообще ничего не понятно. И они вот здесь вот сами написали уже спортмастере. Ни хрена не видно, да? Сорок три с половиной. Это, по мнению спортмастера, правильное. Правильный размер. С размерами ни хрена не понятно. Следующий размер. Сорок два. С сорок третьего нет. Есть сорок три с половиной и сорок два. То есть, есть такой вот пробел. И как раз вот этот пробел-то мне и был нужен. Потому что, когда их надеваю, у меня чуть-чуть такое ощущение, что они не дотрагиваются до вот этой части. Но это всяко лучше по сравнению с моими старыми рыбаками. Вот. Сейчас все видно будет. Коробка. Выйди из кадра. Пошла, вот. Собака конченная. Вот. Ну, видно же, да? Вот. Это как... Я не знаю. Вот так в прихожей выглядели ботинки, когда я учился в восьмом классе. Слева... Да. Слева типа батины. Вот эти вот. А это типа мои. Вот так вот это выглядело. Вот. Как будто это взрослого мужчины конек. А это такого, юноши. Кстати, с моих можно шнурки скинуть на эти, перекинуть точно. Шнурки здесь полное дно. Шнурки сразу закладываю. Если будешь такие коньки покупать, шнурки сразу закладывай. Складывай стоимость. Ну, короче, можешь шнурки сразу купить вместе с ними. В спортмастере не было шнурков, поэтому не купил никакие. Но у меня есть Рибаковские шнурки. Вроде бы оригинальные, не знаю. И заметь, как я в них мучился. Здесь 46-й. Чайновский. Отчаянно ски. И сейчас покажу. Вот стелька, видишь? Это покупная специальная стелька из спортмастера. Она... Сейчас такие не продаются, потому что они жутко трескались. Ну, она здесь очень хорошо подходила, что она жесткая, держит форму, все такое. И как бы дает... Ну, не так нога в них болтается. Ездить на них совершенно сложно было. Сейчас, не знаю, сейчас посмотрим, что будет с Бауэром. Вот такая, допустим, стелька. И стелька из Бауэр. Вот. Как их сравнить? Ну, конечно, у Рибака стелька получше, но... Вот, смотри. И эти коньки мне не жмут. Они мне не жмут. Кто-то скажет из продвинутых. Галя Карташова, наверное, подумает. Скажет. Ну, мы там... Надевали папин коньки на валенки и нормально ездили. Я все понимаю, но... Тут понимаешь, какое дело. Можно, конечно, надеть огромные ватные носки, но ты не сможешь... Я не знаю, как женский, но вот эти вот коньки... Я даже не знаю, какие коньки, но вот конкретно вот эти Рибаки, их невозможно нормально затянуть. Они пережимают ногу, вот здесь, в этом месте где-то. И капец, как это неприятно. То есть, ты все равно не сможешь кататься. Ты покатаешься минут десять и вернешься, будешь их расслаблять. Ноги жутко там затекают. Такое ощущение, что сейчас на ампутацию поедешь. Уже сломано. Здесь еще жестко. Ох, какой они уж. Они вообще такие... Они сами по себе. Смотри, вот как у Рибака, да? Я вот тут могу помять. Здесь я ничего не могу. Это камень. Это самый дешевый Бауэр, какой есть на планете Земля. В этой галактике, в этом времени, вообще в это... В нашем... В нашей реальности никаких дешевле Бауэров быть не может. Это Бауэр... Сейчас скажу, как он называется. Про Скейт СР. Ханьки кокейные. Бауэр Про. Да, Бауэр Про. Вот здесь написано. Я на них обзоры смотрел. Все, ничего такого. Ну, обзор на коньки, что-то такого. Значит... Да. Выносили мне мозг эти Рибаки. Кто там... Кто с меня смотрит постоянно, помнит, знает. Вот. Мучился я в них. Мучился. Покупал специальные носки. Там все такое. Ничего не помогало. Отвратительно. Неудобно. Нога в них как-то так болталась. И вот сейчас я пришел к выводу, что нафиг все это надо. Нужно и эти... В общем, идут... Не важно куда. А эти... Эти надо сейчас попробовать. Мне кажется, что мне с ними все будет хорошо. Уже вот, ну, то есть, вспомни, вспомни, как выглядели стельки, да. И опять же повторюсь, они мне не жмут. У меня нога здесь. Ну, вот где-то вот, ну, то есть, там у ноги, у пальцев есть место. Эти коньки, они, поскольку простые, у линейки Bauer, ну, вот этой вот простой серии, у рибоков, по-моему, вообще у всех. Кстати, рибоков больше нет. Все, их не производят. Увидишь рибоки, которые сделаны, там написано, сделаны, там где-то когда-то на днях, там, месяц назад, год назад, в этом году. Нет, нифига. В 2020-м рибоки, насколько я знаю, насколько я смог найти, рибоков нет. Если где-то видишь в продаже, это старые складские запасы, где-нибудь там в Триал Спорте, может, найдешь. Еще где-то в каких-нибудь маленьких магазинчиках у нас вот в Лидере есть. За огромные, за огромные бабки продаются. Неплохие, кстати, коньки рибок и очень красивые. Еще были такие с зеленой фигней. Там вот на нее нажимаешь, и они, там, там какая-то, что-то там надувается, и они подгоняются под размер. Вот. Короче говоря, рибок больше не выпускает коньки, почему-то не знаю. Вот. И на рынке есть только Бауэр. И еще какая-то херня, непонятно, там, не помню. Ну, в общем, все, всем нравится Бауэр, рибок, я уже сказал, мир праху. А второй конкурент у этого бренда. У него очень мало поклонников, и он какой-то странный. Это, знаешь, типа что-то в том, ну, как сказать, ориентир, как Nikon и Canon, да, зеркальные камеры. Почти все покупают Canon, редко кто, есть ценители, которые покупают Nikon. Но, если говорить о фотоаппаратах зеркальных, то Nikon, как фотоаппарат для фотографий, по мнению профессионалов, лучше, чем Canon. А Canon, он более такой для всех. Вот. И не только для фотографий, и отлично для видео. Здесь же, как бы, тут, как бы, если провести аналогию, то Nikon сосет. Все покупают Bauer. Вот. Ну, как-то так, в общем. А извращенцы покупают тот другой бренд. Не помню, какой он там. Вот эти красные штучки, они вроде бы как... То есть, этот бренд, Bauer, они разговаривают с нами. Я, блин, задолбал это слово, произношу постоянно. Bauer, Bauer. В общем, они еще бывают вот здесь, вот здесь где-то. Почему они красненькие? Это не дизайн, это... Они, как бы, говорят, что здесь нужно посильнее затянуть. Понимаешь, какие коньки классные? Ёпросы ты. И они красивые. При этом, ну, конечно же, я... Мне больно и страшно, что мне придется расстаться с моими клевыми рибоками. Ты не представляешь. Я недавно ходил, ну, в общем, на лед, на катание, на общие, вот, то есть, не на хоккей, а кем не занимаюсь, к сожалению или к счастью. И... Я не богатый просто. И там просто катались. Все, ну, 90, наверное, или 80% всех, кто пришел, ну, люди свободны, пришли в выходной покататься. Процентов, наверное, 80% взяли коньки в прокате. Кто-то принес свои. И почти у всех были уродские Нортвей. Нортвей читается вот так, если что. Сумки у них неплохие. И у кого-то были какие-то изгаженные рибок там у кого-то. У кого-то был Бауэр. Я в этих рибоках... Так было странно. Я заметил, что все на них косятся почему-то. Видимо, вот сейчас они не очень презентарен, но на ноге они выглядят очень даже интересно. Вот. Эти, не знаю, как будут смотреться. Ну, в общем, единственное, о чем я жалею, что... Ну, как бы я не смогу повыеживаться, покрасоваться, ну, как бы попантоваться. Ну, понимаешь, да? То есть есть какое-то желание повыеживаться. А в этих я буду как все. Ну, и хрен с ним. Зато я буду, наконец-то, уже нормально кататься. Меня тут сняли на видео, как я катаюсь, я был в ужасе. Я думал, я катаюсь неплохо. Это лучше бы разведеть. Что-то я хотел еще сказать. Да. Стелечку я эту попробую. Так, какой из них правый, какой левый. Их еще надо заточить. Так, вот стелька уже не влазит. Ее возможно надо подрезать. Здесь есть такие деления. Я бы дал ссылку. Кстати, стельки неплохие, недооцененные. Ну, просто они стоят дофига. Вот. Если вы, видишь, такие спортмастеры, женские еще должны быть, то вполне себе совет упаковки. Просто нужно быть осторожным. И в кеды они не подходят, в кедах они лопнут. А в какой-то твердой, твердых ботинках, таких серьезных, нормально. Вот. Что касается размеров. Да, вот она подходит. То есть я туда с трудом как-нибудь, но вкорячу. Просто я не хотел ее подрезать. Она новая. Короче говоря, обойдемся. Что касается размеров. Значит, коньки должны быть в размер. Я сбился, недорассказал. Значит, есть еще тут все важно. Не только длина стопы, но и ширина стопы. Для коньков это архиважно. Значит, коньки бывают шире для широкой лапы, для узкой лапы египетской и средней. И значит, здесь вот эта линейка дешевых коньков этого бренда, они для средней лапы. То есть если у тебя средняя лапа, то они тебе норм. Если у тебя египетская стопа такая узенькая, то, ну не знаю. Ну, ты как-то живешь с этим, ну, не мне тебя учить. Что касается рыбаков, тоже средний. И, по-моему, у всех рыбаков идет средний. У бавров подороже. У них есть термоформовка, где у тебя по ноге садится этот лапоть с этим ножичком. И есть еще, по-моему, там градации пошире-поуже какие-то там, в общем. В общем, подогнать, если есть бабло, если есть свободный 50 косарей, и есть в твоем городе нормальный магазин, где можно выбрать коньки не только Норд-Вэй, то у тебя вполне проблем с этим не будет подогнать их прям вообще прям идеально в ногу. Коньки меряются. Вставляем лапу и стучим по пятке. Да, конек надо. Эти шнурки застегиваются туго, туже, чем когда ты в них катаешься. То есть, во время примерки шнурки затягиваются максимально туго. Ну, не так, что прям вообще кошмар, но довольно туго. Туже, чем когда катаешься. Обычно затягиваешь. И вот, ставишь их вот, ну, когда меряешь, скажем, вот так вот можно их приложить к пятке. Вот, чтобы по пятке вот так постучаешь, вот пятка, пятка ноги к пятке внутренника, чтобы они сошлись максимально. И здесь тебе не должно давить, вот здесь, здесь тоже не должно давить. Но при этом идеально, если ты будешь чуть-чуть, как бы вот чувствовать такую вот ауру, вот этого внутренника носка. Как бы вот, прямо даже не то, что чувствовать его пальцем ноги вот здесь, а как бы вот, как будто вот он чувствует, что вот он где-то вот совсем-совсем рядом. И мерить нужно в своих катальных носках, если ты понимаешь, о чем они. То есть, носки, в которых ты обычно катаешься. Их нужно надеть, их нужно, на них нужно напялить коньки и прикинуть. Можно даже немножко в магазине посидеть. Ну, если есть возможность даже пройтись чуть-чуть. Можно даже купить и дома в них походить, в чехлах там, допустим, просто походить минут так десять. Если не подошли, можно вернуть в магазин. Вот, как-то так, понимаешь, да? Что еще? Что еще могу рассказать? Какие лайфхаки? Да, именно для коньков эта вот примерка, именно для коньков она важна. Если брать лыжные ботинки, там не так важно. Ну, если ты не мегапрофессионал. Пусть будут там чуть-чуть больше. Если брать ботинки сноубордические, тоже чуть-чуть больше, ничего страшного. Ты от этого не умрешь. Ну, там мегапрофессионалы, они же подгоняют. Но там любители особо тоже чуть-чуть больше на полразмера вообще не страшно. Что касается горнолыжных ботинок, тоже не настолько все страшно. Роликовые коньки тоже, по большому счету, там идет по-другому. Ну, тут идут колеса. То есть, каркас-то есть, но колеса резиновые. И независимые каждое колесо практически. То есть, тоже не так важно, если там чуть-чуть он будет больше. И вот именно на коньках максимально важно, офигенно, точно подогнать по ноге ботинок. Потому что у тебя идет здесь ботинок, а дальше идет сразу все лезвие. И ты прямо вот скользишь, отталкиваешься. И вот это вот, чтобы там что-то болталось, быть не должно. Но максимально нужно подгонять так, чтобы вот эта вот часть, вот эта вот часть, вот эта, не эта, а вот именно вот эта часть, просто была частью твоей ноги. То есть, в идеале это как-то, чтобы оно прямо вжилось в твою ногу. Произошла какая-то, не знаю, диффузия на молекулярном уровне до костей. Прям вот прямо слилось воедино. И вот с этой частью тоже вот оно все слилось. И все было твердым, удобным. И вот тогда это будет идеальный ботинок. Естественно, это теоретически невозможно, поэтому идеальных ботинков нет. Но стремиться ты понимаешь, к чему нужно, можно, важно. Я счастлив. Фух. Я рад. Выговорился. 22 минуты безумия. Все. Давай. Смотри другие мои видосы. Мне нужны денежки на новые покупки.